Несколько часов назад в Петербурге задержан другой водитель, у которого накануне на одной из городских улиц произошел серьезный конфликт с бригадой скорой помощи. Мужчерин решил за что-то отомстить водителю не от ложки и старательно не пропускал спецмашину, пытался ее постоянно подрезать, хотя у автомобиля были включены и проблесковые маячки, и сирена. Врачи действительно опаздывали на вызов к тяжело больному и слава богу успели, ведь от этого теперь зависит и наказание для водителя-нарушителя. Тему продолжит моя коллега из северной столицы Алиса Першакова. Спецсигналы не авторитет, а пациент при смерти и подождать может. Трасса Петербурга дерзкая, Сузуки несколько раз подрезает неотложку с мигалками. Не обременяя себя поворотниками, принципиально едет впереди скорой. Водитель даже вынужден обойти автохама по трамвайным путям, но не тут-то было. Тот обгоняет и резко тормозит. Они бьют в тормоз, а эта дура, ты ее останавливаешь, ты ее останавливаешь не просто тормозом, ты стараешься ее останавливать передачами, чтобы поменьше было такой нагрузки ударной, торможения. И после этого ее не разогнать. Я не знаю, что должно быть у человека в голове в этот момент, когда он такое делает. В этот момент в скорой находился пациент. Мужчина был в критическом состоянии, он уже не мог самостоятельно дышать, поэтому медики подключили его к ИВЛ. И здесь без преувеличения и пафоса была важна каждая минута. По нашим данным, автохама зовут Алексей Данилов, 32-летний ведущий инженер теплоэнергетической компании. Вероятно, подрабатывает еще на стороне, об этом говорит его страница в соцсетях. Я, собственно, не треклся, я проработал. После задержания автохам умерил свой пыл, с правоохранителями вежлив и обходителен, дерзость как рукой сняло. Я хотел уступить, пытался уступить, но что-то не знаю. Что-то идет не так и с семейными ценностями Алексея. Соседи о нем, мягко говоря, не хорошего мнения. Родная бабушка инвалид, не ходит, живет одна. Внук прописан, но ухаживать и навещать ее не торопится. Он здесь только прописан, да. Бабушка у него, она больная, она никому дверь не открывает. Дочка приходит, ее там кормит, убирает. Автохама на российских дорогах не редкость. Водители скорых говорят, их становится все меньше, но это лишь благодаря огласке. Ранее дебоширы отмечались во Владимире, Орехово-Зуеве, на Камчатке. Выбирай машину, тебе сказали, там больной лежит. А это уже Ленинградская область, Всеволожск. Водитель внедорожника перекрывает путь машине с красными крестами. Давай, дурак! Это московский автохам угрожает водителю не от ложки решеткой для барбекю. Но даже у медработников, когда в машине пациент умирает, терпение иссякает, начинается драка. Не пропуск скорой, да, может послужить основанием для того, чтобы говорить об ответственности. Но там штраф предусмотрен в размере 5 тысяч. Фактически у нас может на одних весах оказаться жизнь человека и ответственность в 5 тысяч рублей. По-моему, это совсем не пропорциональные вещи. Такие истории регулярно повторяются и в Петербурге. Автохамы будто не понимают, что пациент чувствует любое резкое торможение, разгон или обгон. В тот роковой день мужчина выжил. Успели. Но максимум теперь, что грозит по закону Алексею Данилову, это штраф до 5 тысяч рублей. И лишение прав на год. Алиса Поршакова, Наталья Ленкова, Александр Макаренко. Известие специально для программы «Экстренный вызов».